всем привет дорогие друзья вот решила записать видео о том как мы добрались украину как все прошло наша дорога очень была рада вообще оказаться дома очень скучала за вот этим пушистым другом зовут его персик персик посмотрел кадр такой красавец пушистый хоть нам было очень хорошо в польше но все-таки родные стены они как бы зовут нас домой и вообще дома накапливается много разных дел потому что женская работа она ну мужчины и не так могут сделать как вот женщина все порядок дома там какой-то наведет в общем дома накопилось много разных дел которые надо подогнать ну и вообще как бы уже соскучилась за наши ну как бы за свои квартиры за нашей обстановкой за нашим поселочком небольшим вот сегодня познакомлю вас так как польша раскрыла нам как бы свой дом свои объятия а я сегодня покажу как живем мы какой у нас небольшой поселок у нас хочет получается поселок городского типа но он очень растянутый я покажу только ту часть в которой но мы здесь живем и ну как бы ближайшее такое что смогу снять хочу сразу сказать большое спасибо волонтеру получается его зовут максим он центре nokia работает ну добровольно приходит работает переводчиком он нам очень помог у нас отвез на вокзал посадил на поезд у нас получается мы ехали с коляской и было много вещей коляска не проходила в вагон и пришлось разбирать в общем он нам всем всем помогал большое спасибо максиму и вообще хочу сказать большое спасибо еще раз полякам всем волонтерам потому что нам очень много вот даже нам было тяжело принять решение на чем уехать мы сначала же думали ехать на самолете увеличить на самолете этот максим вот он нам все-таки посоветовал ехать поездом нам было страшно казалось что ну это очень долгая дорога но он оказался прав вот поездом очень комфортно ехать в общем если кто-то вот так сомневается кто с маленькими детками то вот поездом очень хороший вариант и и и и Продолжение следует... Да, все заросло. Я уезжала в марте. Еще посадка была такая, можно сказать, лысая. А сейчас уже все зеленое. Трава сильно выросла. Сегодня у нас так ветрено. Иду на наш огород, можно сказать. Продолжение следует... Идем на участок. Вот мы встретились с Анечкой, с Миланей. Милоня, привет! Как тебе дома? Хорошо? Дома хорошо? Такой у нас здесь парк есть, возле домов Марининских. Гуляем здесь с малышкой. Вот наш участок. Тут мы ничего не садим. Это у нас как просто, чтобы выйти на природу, можно сказать, такой. У нас тут немножко фруктовых деревьев. И винограда немного. Так, все. Просто трава растет. Череженка такая в этом году родилась. В общем, из Вроцлава мы ехали на Пшемышле таким поездом, как у нас экспресс ходит Одесса-Киев. Вот похож тоже такой поезд. Вот. Больше всего переживали о том, как малышка перенесет дорогу. Но наши опасения были напрасными, потому что ребенок себя на удивление хорошо вел и в электричке. И потом уже мы пересели на пассажирский поезд до Одессы. И уже мы выкупили все купе. И мы ехали сами. Ребенка ничего не тревожило. И хорошо доехали. Ну, в общем, что первое. Когда мы вошли в вагон нашего поезда, увидели обклеенные окна. Поняли, конечно, сразу это бросилось в глаза. Это какие-то меры безопасности, чтобы при взрывах, ну, как бы, стекла мелкие не разлетались. По приезду в Одессу, что можно увидеть? Значит, на вокзале есть военные. Терробарона ходит. Потом блокпосты. Но Одесса продолжает, как бы, жить своей жизнью. Клумбочки ухоженные. Все, вроде бы, так кажется, с первого взгляда нормально. Единственное, что вот мы отъехали от вокзала и сразу же услышали, как бы, то, что воздушная тревога. И вот с того момента, как мы приехали, очень много раз уже была воздушная тревога. Ну, вот к нам, поселок, когда мы заехали, как раз тоже была воздушная тревога. Я посмотрела, вот, как люди на это все реагируют. Вот мы проезжали парк, где гуляли мамочки с детками. И, в общем, никто вообще на это не реагировал. Люди уже вот ко всему этому, как бы, привыкли. Потому что вот все психологи говорят, что психика человека, вот она не может быть в таком напряжении долгое время. Она все равно, человек, как бы, пытается закрыться и перейти в обычное состояние свое. И жить, как бы, ну, простой обычной жизнью. Уже не обращать внимания на тревоги. Конечно, это очень опасно получается. Но, наверное, по-другому уже нельзя. Я вот тоже приехала дома много дел. Начинаешь вот что-то делать, слышишь тревогу. Но уже не сильно обращаешь на нее внимание. Просто вот как бы дергаешься от какого-то бывает звука. Все время страшно, что прилетит ракета. Вот сегодня утром прочитала новости, что на Одесскую область летела крылатая ракета, которую, слава богу, наше ПВО сбило. И поэтому мы находимся, как бы, постоянно в постоянной опасности. Но надеюсь, что это все закончится. Вчера у меня был день рождения. Мне исполнилось 47 лет. Праздник, ну как, мы посидели так в семейном кругу, но такого праздника в душе не было. Вообще сейчас никакие праздники не ощущаются. Что бы хотелось мне, ну вот, загадывали вообще все пожелания. Единственное, все мои друзья мне желали мира, любви. И мне самой бы, ну вот, эта война, она дала нам осознать, что мы вот как бы не живем сами по себе. Мы раньше жили как-то вот, вот, каждая семья себе и себе. Но сейчас вот это произошло, как бы, такое изменение сознания, что мы живем в стране. И сейчас в нашей стране очень больно, и нам очень больно из-за этого. И все-таки мне бы хотелось вот пожелать и себе, и вообще нам, всем украинцам, чтобы вот этот весь, как бы, то, что платят сейчас жизнями наши солдаты и наше мирное население, это как бы не прошло даром, чтобы наши вот эти олигархи и вообще, кто распоряжается вот этой помощью, которая придет в Украину после войны, чтобы это все не разворовалось, а с этого всего построилась новая страна, которая будет прогрессивней, которая будет настоящей европейской страной. И вот этого бы мне очень хотелось. Хочу, чтобы у россиян... Мы вас не считаем, хоть после того, что мы слышим в перехватах разговоров российских солдат со своими матерями, у нас просто волосы дыбом становятся. Но мы все равно вам не желаем плохого. Мы просто хотим, чтобы у вас произошла, ну, как бы, смена сознания, чтобы вы поняли, что нет никакой великой нации России или какой-то другой тоже нации какой-то там высшей. Все люди одинаковые. Все нации одинаковые. И надо воспринимать себя, ну, в общей, как бы, такой... в общем соединении со всеми людьми на земле. Если кому-то плохо, у кого-то нет воды, то все мировое сообщество должно помогать этим людям, у которых нет воды. Если у кого-то началась война, все мировое сообщество должно остановить эту войну. Вот так сейчас у нас тут проходит наша жизнь. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok